Дорогие братья и сестры, мы сегодня все услышали послание нашего президента, его обращение. Я бы хотел также поддержать его слова и его усилия по сохранению мира и согласия в нашем обществе и не допустить вооруженного переворота и гражданской очередной бойни. Также мы поддерживаем слова Святейшего Патриарха Московского и Евсеруси Кирилла, который работал с теми же словами мира, согласия и гражданского равновесия. Я бы хотел сегодня обратиться к Евгению Пригожину, ко всем бойцам Вагнера и всем военнослужащим от имени всех военных священников нашей Церкви. Дело в том, что с первых дней наши военные священники вместе с бойцами регулярной нашей армии на передовой, в зоне СВО, также с бойцами добровольских отрядов, в том числе бойцами Вагнера. И поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать «Остановитесь!» Вооруженного мятежа, удара в спину, предательства не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи, измены, предательства, переворота порой не прощаются. И мы знаем это из истории, насколько страшными стали страницы кровавого переворота 1917 года. Нам нужна победа на передовой. И мы готовы все для этого делать. Гражданское население, военные священники, церковь молятся, и наши священники находятся на передовой. Сегодня мы готовы все сделать, чтобы изготовить достаточное количество вооружения. Только не гражданское противостояние. Это необходимо остановить и Божьей помощи нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, нашим героям, военнослужащим и всему нашему народу. Божьей помощи всем нам. И мир, и согласие до всегда сопутствует нашей стране и нашему народу.